Диагноз Варикоз Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы будем говорить про варикоз и дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Заман Зейналов, сосудистый хирург, флеболог, федеральная сеть и клиник, лазерные хирургии, варикоза нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Заболевание достаточно распространенное и, возможно, будет много вопросов. Мы работаем на сегодняшнюю тему, поэтому, пожалуйста, не откладывайте звонки на конец программы и можете задать их прямо уже сейчас. Сеть клиник, где вы работаете, называется «Варикоза нет». Варикоза нет? Варикоза есть. Ну, смотря у кого. Есть люди предрасположенные к этому, а есть часть населения, у которого его нет. В основном в развитии этой болезни есть пять факторов. Это генетический фактор, наследственность, то, что от папы с мамой передается. Вторым фактором риска является женский пол. Женщины более предрасположены к варикозной болезни ввиду физиологических особенностей. Дальше у нас идет возраст. С возрастом мы моложе, к сожалению, не становимся. Долгое сиденье и стояние, потому что при ортестических нагрузках нагрузка на венозную систему много увеличивается. И лишний вес, что тоже, в свою очередь, увеличивает нагрузку на венозную систему. Я думаю, что сейчас прямо по этому плану мы можем немного пройти по этим пунктам, которые Вы обозначили. Но прежде всего же, наверное, стоит понять, что такое варикозное расширение вен. Что это такое? Это связано с эластичностью сосудов, с давлением. Варикозное заболевание – это заболевание, характеризующееся расширением венозной стенки ввиду ее слабости. Так как в венах ног имеются клапаны, это нужно для того, чтобы кровь обратно не сбрасывалась, поднималась снизу вверх. Соответственно, при их расширении клапаны друг от друга отходят и из опирательной функции страдает. И кровь, вместо того, чтобы подниматься по этой вене больной, начинает по ней сбрасываться обратно вниз. Из-за этого и получается застой крови, отеки, тяжести и все эти симптомы, с которыми приходит к нам наш пациент. Ну, что-то блескает, я вот так непрофессиональный совершенно вопрос задаю. Это же никак не похоже на тромбозы, то есть тоже как бы закупоривание. Тромбозы – это уже осложнение варикозной болезни. То есть вследствие того, что застаивается кровь, она не течет в сосуде, да, то есть она застаивается. И достаточно каких-нибудь провоцирующих факторов – переохлаждение, перегрев ноги, удар, инфекционное заболевание какое-нибудь. И все это приводит к тому, что кровь может свернуться. И, собственно, это и есть тромб, который образуется в вене. Вообще само название варикоз – это, если я не ошибаюсь, от узел, да? Не всегда. Варикозная болезнь, она… Вообще золотым стандартом в определении варикозной болезни является диагностика. УЗИ вен. И если есть, допустим, клапанная несостоятельность вены, то есть поэтому выносится варикозное расширение и клапанная несостоятельность. При этом внешне ноги могут выглядеть как бы хорошо. И болезнь может быть компенсирована. То есть за счет других вен кровь может подниматься. И иногда бывает такое, что жалоб, симптомов нет. То есть случайно выявлено заболевание. И не всегда эти узлы на поверхности кожи видны. По мне-то казалось, что варикоз – это вот непосредственно, когда вот такие ноги с крупными бедными… Да, можно выделить две группы от как бы варикоза, да? То есть это ретикулярный, когда уже внешне косметический, да, внутри кожный варикоз. То есть это как бы больше косметика. А есть еще, когда уже стволы или притоки несостоятельны, которые требуют уже вмешательства. Хорошо. Ну, а тем более, если вы сказали, что это даже и не всегда заметно, то хотелось бы, конечно, поговорить о первых признаках, о том, чтобы не пропустить начало заболевания. Но сначала мы с вами, наверное, поговорим с нашими телезрителями, а потом продолжим этот разговор. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. И со мной говорите? Да, с вами разговариваем, слушаем вас. Вопрос к доктору. Мне в аптеке вместо винарства посоветовали взять канталин. Но эта биологическая активная добавка, это подходит или нет, или зря я? Я просто… Я не думаю, что мы сейчас будем обсуждать какие-то конкретные биологические добавки. Может быть, вы просто скажете, какая у вас проблема? У меня винарус, мне помогал винарус. Это лекарство. Диагноз можно. У вас варикозное расширение вен вам ставят, да? Так, точно. Да, можно задавать вопрос. А на основе чего был бы поставлен диагноз? Вам делали УЗИ вен нижней конечности? Нет, 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 нет. Просто вот… Нет. Просто я начали вот все примыки варикоза. Ну, как же до этого мы говорили, заводным стандартом постановки диагноза является УЗИ вен нижней конечностей. Нужно как бы сначала посетить флеболога, сделать УЗИ вен и после этого уже назначать лечение. Сейчас без УЗИ… И мы, честно, не знаем на какой стадии произойти болезни. Ну, кто-то, видимо, из докторов поставил диагноз без этого, без всего. Вот как бы поначалу как бы… Сначала УЗИ сделать, посмотреть, есть ли несостоятельность клапанов, состоятельные ли клапаны или нет. И обычное лечение мы проводим комбинированно, то есть это ношение, назначение компрессионного трикотажа определенного вида класса, да, первый, второй, третий, там, в зависимости от стадии болезни. И, соответственно, препараты. Ну, то есть лечение, конечно же, вы сейчас по телефону и без диагноза, и без пациента. Без осмотра, да, на дистанции это будет немножко сложно сделать. Угу. Итак, мы с вами хотели поговорить о том, каковы признаки развития варикоза, каким… вот, что начинает происходить, какие ощущения у человека? Ну, до этого говорили, что внешне не может не проявиться, но какие признаки? Опять-таки, внешние проявления, да, что сосудистые звездочки, либо вены расширенные, выступающие над кожей. Чувство тяжести в ногах, быстрая утомляемость, ощущение тепла в ноге, как бы-то, как пациенты жалуются, кровь к ноге пробивает, нагревается, горячее становится. Желание, желание походить по холодному кафе, ну, по холодной поверхности. Вот. И ночные судрыги. Вот. При запущенных стадиях, когда уже сброс большой, могут присоединяться боли, боли в ногах. То есть, вот, если появляются такие признаки, то это уже сигнал к тому, что стоит пойти, обратиться к врачу и разобраться, да? Да. А вот вы уже говорили, что варикоз считается женской болезнью. Ну, а, в общем, не очень понятно, почему, и мужчины, они вообще не болеют? Мужчина тоже болеет, но соотношение не такое большое. А женщина ввиду физиологических особенностей, то есть, это гормональные сбои, это беременность, роды, период, когда кормление грудью, и климакс, как бы, все эти процессы тоже влияют на эластичность сосудистой стенки. Да, давайте еще на один звонок ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не слышал предыдущий ответ доктора. Вот ноги горят. Такое впечатление, что они в кипятке находятся. А трогаясь руками, вроде нормальная температура тела. Ну, такие ощущения могут быть при варикозной болезни, также такие ощущения могут быть при патологии, связанной с неврологической симптоматикой. То есть, допустим, защемление корешков поясничного отдела. Такие ощущения тоже могут быть. Так, а у нас на связи? Вы с нами еще? Поэтому... Так, нет, пациентка. Ну, я надеюсь, что она нас слышит. Я хотела узнать, вообще обследовалась она где-то или нет. Ну, тогда что вы отвечаете? Мы чаще, бывает, что... А что вы посоветуете тогда? Посетить флеболога, потому что, когда горячие ноги, как бы при тромбофлебитах, это такое ощущение тоже может быть. Так, что ноги там внутри уже горячие, а поверхность холодная. Ну, они такие горячие. И также, может быть, при патологии, как уже говорил, нервной системы. Если мы ничего не выявляем, то, соответственно, направляем к соответствующим специалистам. То есть сначала к флебологу? Сначала к флебологу, да, потому что сосудистая патология. Ну, и если я правильно вас поняла, что это вот точно, что нельзя оставлять без внимания, да, такие признаки? Организм просто так не будет давать таких сигналов, естественно. Некоторые считают, что варикозное расширение вен – это, ну, не такое заболевание, которое может угрожать жизни, скажем так, да? И поэтому считают, что к врачу идти необязательно, ну, может, как-нибудь, собственно, с этим, ну, либо привыкнуть к этому, либо само пройдет. Насколько, вообще, каковы могут быть последствия такой болезни? И стоит ли, вот, относиться беспечно к ней? Значит, беспечность 100% не стоит, потому что есть грозные осложнения варикозной болезни, такие как тромбоэмболия легочной артерии, когда образовавшийся тромб в нозном русле может попасть в легочную артерию, соответственно, перекрыть легочную артерию, и тогда очень высокий процент летальных исходов. И в дальнейшем, развиваясь при несвоевременном лечении, варикозная болезнь может завершиться трофическими язвами на голени. Вот, то есть это уже шестая стадия из шести возможных варикозной болезни. Это уже долго лечится, долго заживает кожа, и также можно в эту же рану занести инфекцию и получить сепсис, то есть заражение крови. И тоже грозное осложнение. Если вы опоздали к началу программы, я для таких зрителей сообщаю, что сегодня у нас в студии Заман Зейналов, хирург, флеболог, сосудистый хирург, флеболог федеральной сети клиник лазерной хирургии и варикоза нет. Мы работаем в прямом эфире 202 11 22, и у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Моги дочке 21 год, она год назад начала работать, и работа ее связана с нагрузкой. То есть она на ногах 12 часов. И где-то месяц через два появились на ногах, вышли колен, такой сосудистый хирург, сосудистый хирург. Их много, они увеличиваются. Естественно, были у врача, но врач сказал такую интересную вещь, которую пока мы как-то не очень можем поверить. Он сказал, что эта проблема скорее всего связана с гормонами или с какими-то заболеваниями под гинекологией. Действительно ли это может быть, что сосудистые звездочки и расставочистый рисунок появляются из-за гормональных заболеваний? Ну, утверждение правильное, потому что гормональный фон, опять же, спрашивали, почему женское заболевание. Может быть, при гормональном сбое или нарушении гормональных появляются эти самые сосудистые звездочки. И больше при повышении как раз женских гормонов. Если было сделано УЗИ, опять-таки, исключены именно стволовые либо сбросы, несостоятельность, то утверждение правильное. А что вы порекомендуете все-таки сначала к АМК? А если были флеболога, консультировались, я думаю, он должный уровень диагностики сделал. Если, конечно, это было сопровождение с УЗИ. И назначения, я думаю, были получены. А вопрос-то был по поводу утверждения о том, что так гормонально это или нет. Может ли такое быть? Да, такое может быть. Вы уже несколько раз говорили о том, что УЗИ, 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 УЗИ. Я как раз хотела спросить вас, а что необходимо для правильной диагностики заболевания вен? Для правильной диагностики заболевания вен нужен специалист, который обучался на это. Да, и аппарат хорошего уровня. И обязательным условием является, чтобы УЗИ было сделано стоя. Потому что, когда человек стоит, наиболее адекватно видно работу или не работу, состоятельность или несостоятельность клапанов. То есть, УЗИ, допустим, артерии можно лежа смотреть, когда пациент лежит на кушетке. Требованием к УЗИ вен является, чтобы человек стоял. То есть, ультразвук необходим совершенно для правильной диагностики? Ну, это первичный, да. То есть, как бы прием флеболога равно УЗИ вен нижней конечности. Как бы вот, если уж... А нужно ли самим предварительно сделать какие-то анализы или сначала прийти к флебологу? Сначала к специалисту, да. И соответствующие анализы, которые нужны будут, доктор назначит, если таково будут нужны. Так, а можно сразу сделать обследование у вас? Можно. Как раз в этом месте проходит акция, то есть прием флеболога и плюс еще УЗИ вен нижней конечности идет в подарок. То есть, пациент оплачивает только консультацию флеболога, а обследование уже идет бесплатно. Да, бесплатно. Послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, доктор, вот у меня старый, застарелый, дальнейшний хронический варикоз. На ногах синие пятна, под горениями, узлы синие. Меня косметическая сторона не волнует. Я уже в таком приличном возрасте. А вот трофика может появиться вот на местах вот этих тених пятен? Спасибо за ответ. А вы лечение не проходили? Нет, нет, нет. Я уже плюнула на него. У меня не веса ходит, не валит, не горит, ничего. Тем более я хожу в компрессионных чулках, поэтому только вот трофические я боюсь на месте вот этих тених пятен. Да, спасибо за вопрос. Может. Заболевание у нас имеет прогрессирующий характер, если не лечится, да, соответственно, у нас начинает, допустим, С1 ставится, да, при звездочке С2, С3 и так далее. А при С4 появляется пигментация кожи голени, то есть гиперпигментация голени. Соответственно, она потом может перейти в атрофическую язву. Вот. Почему это происходит? Когда происходит расширение узлов внутри ноги, да, и эти узлы начинают давить на кожу изнутри. Получается по типу, ну, грубо говоря, внутреннего пролежни. Трофика кожи ухудшается, вследствие чего начинает пигментироваться, грубеть, атрофия происходит и заканчивается все атрофическими язвами. А вот смотрите, пациентка сейчас сказала, что она не проходит лечение, просто носит компрессионное белье. Можно ли вылечить варикозную болезнь самостоятельно? Самостоятельно вылечить варикозную болезнь. Вылечить варикозную болезнь можно по тем рекомендациям клиническим, российским и международным, которые есть. А всей этой информацией владеют специалисты, флебологи. Вот. Чтобы правильно поставить себе диагноз, как бы, чтобы лечить ту или иную степень, стадию, да, варикозной болезни, опять-таки, тоже нужен специалист. То есть вы к нему попадаете, он ставит диагноз правильный и назначает правильное лечение, извините. Вот. То есть человек без базового хотя бы медицинского образования браться за себя я бы не рекомендовал. Не рекомендовали. Ещё есть звонок, да? Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, а вы, ваша клиника занимается косметическим лечением, то есть, вот, допустим, варикозные звёздочки, которые на ногах? Да, спасибо. Я как раз такой вопрос тоже хотела доктору задать, потому что кого-то не волнует эстетика, а кому-то это ещё очень важно. Конечно, занимаемся. Вот. То есть мы вылечим и занимаемся варикозной болезнью на любой стадии, поэтому и в том числе и косметическими дефектами тоже занимаемся. У вас уже в названии сеть клиник лазерной хирургии. Означает ли это, что лечение варикозной болезни происходит у вас как раз-таки лазером? У нас происходит лечение варикозной болезни в том числе лазером. Вот. То есть те операции, которые делаются открытым способом, да, в стационарах, то есть мы лечим лазером. То есть для этого не нужно давать человеку, ну, больничный лист не нужен, как бы человек может прооперироваться и в этот же день, через час после процедуры, встать и на своих ногах уйти домой. То есть там нет такого травматизма, госпитализации не требуется. А что из себя вообще представляет, как операция проходит? Эндовенозная лазерная коагуляция на сегодняшний день является золотым стандартом, а происходит она под местной анестезией. Человек приходит, предварительно сдав анализы и посетив нашего терапевта, допускается к операции, приходит, мы его в течение 40-45 минут оперируем, одеваем компрессионный трикотаж и наблюдается еще минут 40, то есть нужно после процедуры походить. И отпускаем домой на следующий день на перевязку, посмотреть, что получилось. Вся операция и послеоперационное наблюдение и введение у нас проводится с УЗИ. То есть речь в данном случае не идет об удалении вен, правильно? Удаление, вы имеете в виду физическое удаление вена с ноги. Вот, насколько мне известно, раньше как бы вытягивали вот эту витую вену, частично ее иссякали, да? А сейчас как происходит? Сейчас в варикозно расширенное ствол вводится световод, нога обзболивается и включается лазер. То есть на конце у него идет термическая обработка стенки венозной. Вот, происходит коагуляция. То есть вена, грубо говоря, очень грубо, она склеивается. Вот, и в течение полугода организм ее рассасывает. И через полгода от начала операции на УЗИ такая же картина, как и после комбинированной веноктомии. То есть вены нет. А как при этом осуществляется кровоснабжение? Ведь там же, наверное, в местах вот этого склеивания какие-то образуются утолщения. Я такие вам вопросы задаю, просто очень хочется понять, как все на самом деле. Такие пациенты тоже, точнее, извините, вопрос от пациентов тоже происходит. Они позадаются, да, вы мне вену удалите, а как кровь там пойдет, да, по другим ли не увеличится ли нагрузка на другие вены. А в заборе крови с ноги есть у нас две системы, по которым кровь забирается. Это система глубоких вен и поверхностных. Соответственно, оперируем мы поверхностные, глубокие, ну, никто никогда не трогает, там, чтобы получать единственный источник, по которым кровь забирается. При несостоятельности поверхностных вен, по этим венам кровь обратно уже к ноге сбрасывается. То есть нагрузка при этом на глубокую увеличенную. Почему? Часть крови, которая поднялась по глубокой, по неработающей, сбрасывается обратно вниз. Потом эту же самую кровь глубокие вены приходится снова забирать. Так происходит постоянно, пока они это не приводят к расширению основного ствола. И тогда присоединяются отеки. Наступает стадия декомпенсации. А удалив варикозную расширенную вену, запаяв ее, мы нагрузку на другие вены уменьшаем. Не увеличиваем, а уменьшаем. Вот теперь все понятно сразу стало. Еще один звонок есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Я хотела спросить у врача, вот по какому поводу. У меня сильно отекают ноги. А как давно? У меня диабет. Спрашивайте. А как давно ноги отекают? И наблюдаете ли какой-нибудь врача диагноз какой-нибудь вылуп поставили? Давно уже. Давно. Переодичь. Переодичь. То меньше, то больше. Патология... Сейчас, например, очень сильно отекает. Ну, могу ответить, да, причины? Какие могут быть? Но основных отеков в ноге может быть какие? Это патология сердечно-сосудистой системы, да, когда у нас... Там сахарный диабет, по-моему, прозвучал. Да, сахарный диабет прозвучал, да. То есть, когда у нас сердце у нас плохо перекачивает кровь, да, и застой идет. Либо патология почечная, да, с почками, либо это венозная, либо поражение лимфатической системы. Вот. Поэтому можем пациента пригласить в клинику. Вы, она вас слышит, вы можете отвечать. Да, и можно записаться, и проведем диагностику, поставим диагноз, и узнаем причину, по какой ноги отекают. Ну, вот доктор приглашает, я дублирую, может быть, не очень хорошо слышно, доктор приглашает прийти в клинику, и надо, на самом деле, разбираться с тем, что происходит, почему отекают ноги. Ничего хорошего в этом, на самом-то деле, нет, конечно. И также за суставов тоже могут ноги отекать при поражении суставов. Вот мы сейчас говорили про операцию, конечно же, ну, каждый из нас надеется, что операция – это крайняя история, и, может быть, до нее как-то не дойдет. Одна из причин – это то, что после операции остаются рубцы, шрамы, но это и эстетически не очень хорошо. Что скажете? Когда операция лазером, там вся операция проходит под одним-единственным проколом, то есть, один прокол делается, там ни разрезов, ни рубцов, ни шрамов не остается, и мы, как бы, даже, честно, забыли, что такое иглодержатель, то есть, как бы, мы им не пользуемся. То есть, через маленькие проколы заводится световод, обкалывается нога иголкой тоненькой для того, чтобы произвести обезболивание и сжать вену, чтобы был хорошо обхватен световод и чтобы стенки были хорошо прожарены. Вот, после этого человек встает и уходит домой, то есть, никаких следов после операции. То есть, женщина можно не беспокоиться, да? Ноги не испортятся. Наоборот, при запущенном варикозе появляется пигментация, которая потом долго проходит, лечится, поэтому, то есть, в этом случае от непролеченной, непрооперированной ноги, то есть, эстетических дефектов может быть больше, чем от самой операции. Давайте еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос, что у меня выпирается новинка на ноге. Я прошел в поликлинику, у меня сделали УЗИ. Подставили диагноз варикоз. Но хирург говорит, что оперировать не нужно, потому что ноги не болят. Так ли это? Да, спасибо за отличный вопрос. Не всегда варикозная болезнь может сопровождаться болями, потому что болевых рецепторов, как бы, в венах нет. Вот. И определяющим, как бы, фактором назначения операции является состоятельность или несостоятельность клапана. То есть, если клапан не держит, если функция вены утрачена, соответственно, это, как бы, показание к операции. Если даже симптоматические пациенты, это, как бы, никак не беспокоит. А там, поскольку УЗИ уже было, очевидно, наверное, врач увидел, что с клапаном все нормально и можно не оперироваться. Возможно, поэтому было бы подерживаться. Возможно, да. Поставлен. У нас одна из зрительниц, которая сегодня звонила, сказала, что я не прохожу лечение, я ношу компрессионное белье. Вы тоже говорили про компрессионное белье. Что здесь? Оно назначается после операции или оно само по себе лечебно? Компрессионный трикотаж, компрессионное белье бывает разных классов. То есть, первый, второй. И, соответственно, в зависимости от стадии болезни назначается соответствующий класс. После операции пациенты, мы надеваем компрессионный трикотаж второго класса компрессии. Но носятся они в течение месяца. Если человек не оперируется, то есть, операции не хочет делать по непонятным причинам, по-разному, то мы тоже назначаем компрессионный трикотаж второго класса компрессии, плюс еще препараты. Только в этом случае уже ношение трикотажа становится пожизненным. То есть, это не лечит, это как бы вена, да. Это как бы уменьшает риски развития осложнений. Вот, собственно, вот для этого и назначается, да. И это существенный вклад в лечение, именно наношение трикотажа. А при тромбозе, допустим, глубоких, когда пациента оперировать нельзя, и лечение консервативное, то трикотаж является одной из основных, основных, так скажем... Назначений? Назначений, да. Замана Литогетович, время почти вышло в нашей программе, поэтому я сейчас группой задам целую серию вопросов. Все равно же, опять-таки, не хочется операцию, да. И есть мнение, что варикозную болезнь можно вылечить кремами, мазями, пиявками, грязями, ну, я не знаю, чем там, иглоукалыванием, может быть. Можно или нет? Можно вызвать осложнение варикозной болезни такими, ну, процедурами, так сказать. Потому что если есть стволовая несостоятельность, и мы мажем кожу с тем, чтобы вылечить варикоз, научно доказано, что, как бы, кожа является чем у нас? Защитным барьером. То есть задача не пускать в внутреннюю среду, да. И того, что наносится на поверхность кожи, меньше одного процента оказывается под ней. Вот мазями, гелями хорошо лечить патологии самой кожи, но не варикозную болезнь. Ну что ж, сегодня мы говорили о варикозе. У нас в гостях был сосудистый хирург. И если вы не получили ответы на свои вопросы, то, в общем, уже можно прийти на консультацию и все-таки ответы эти получить. Прощаемся с нашими зрителями. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Сеня, что у тебя с ногой? У тебя там варикоз. Варикоза нет в Самаре. Прием флеболога за одну тысячу рублей. Звоните 229-49-29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова